Получи 50 долларов для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни, дорогие друзья. Что же делается в доте меня сегодня? Причем, насколько я знаю, это даже мой подписчик, он на меня подписан. Он меня хотел кинуть, но давайте начнем вообще. Покажу, как это что было. Вообще, как кидают в доте. И неужели кто-то на это ведется? Я просто в шоке. Люди, что вы делаете? Не надо так. Давайте жить честно. Но все обо всем по порядку. Вот тут я открыл переписочку нашу в стиме. Вот буквально, я не знаю, 10 минут назад она началась или 20. Вот мы тут попереписывались. В общем, смотрите. Человек с ником eslashremix. Можете его найти, в принципе. Он есть в моих друзьях. Я его удалять не буду, просто сейчас помечу. В список кидал его, закину. Ну, да и пусть будет на всякий случай, если вдруг он себя переименует, чтобы я знал, чтобы он у меня уже был в списке. Хотя, зарегает другой аккаунт. Но не суть важна. В общем, смотрите. Он мне пишет. Ку, шмот продаешь? Я ему пишу. Вот мне еще тут пишут. Ну, не важно. Я ему пишу, что ты хочешь, смотря что не все продаю. Ну, то есть, да, как бы некоторые вещи мне не нужны в моем аккаунте. И я их как бы не против, в принципе, продать, обменяться, еще что-то. Вот. Он пишет, что хочет вот этого курьера. Вот этот курьер, он на самом деле, вот он, но он не влазит тут. Ну, ладно, не суть важна. Это мой курьер, я с ним играю. Ну, сейчас я рамочку чуть вот так вот больше сделаю. Вот. Ай, что ж ты не влазишь-то? Во, вот так вот он влез. Вот такой вот курьер, такой прикольный дракончик. У команды Alliance такой курьер. Ну, он у них может какой-то покруче. У меня там камень какой-то в него вставлен. Не суть важна. В общем, он хочет курьера. Это мой самый любимый курьер. Курьер, честно говоря, не хочется мне его продавать. И я ему пишу. И что ты за него предлагаешь? Он пишет, рублей 300. Ну, я пишу, что это смешно. Во-первых, такой курьер без камней. У меня в нем камушки там и так далее. Он стоит, ну, самый обычный, по-моему, 400 там с чем-то рублей. Вот, этот курьер стоит. Я пишу, что это смешно. Он спрашивает, сколько? Ну, я подумал, подумал. Думаю, ну, раз этот стоит рублей там 450. Ну, у меня с камнем. Ну, плюс мне его не хочется продавать, честно говоря. Я написал рублей 700, чтобы он отказался. Вот. Ну, думаю, скажет, ты чего, дорого. И все. И на этом разойдемся. Но не тут-то было. Он пишет, подумаю, минуту одну. Пишет 650 и гоу. Я спрашиваю, а куда ты мне их кинешь? Он пишет, на Steam сразу, через прогу. Вот тут я уже понял, что это, собственно, развод. Потому что, ну, как, через какую нафиг прогу можно кинуть деньги? То есть, и Steam можно пополнить там с карточки, вебмани, Яндекс, еще там с чего-то. Я точно не знаю. Я всегда с картой пополняю свой Steam, если мне нужно купить игру и так далее. Вот. Он мне пишет. У чела уже купил насмешки, куру, мега киллы и еще что-то. Я ему пишу, ну, кидай. Сек. Хотя, сек, он пишет, типа, секунду. Я пишу, хотя, нет, я куру, ну, я пишу тут, как бы, не хочу я этого курьера продавать. Вот. Он все-таки, я так подумал, даже за 650 рублей, если бы он реально мне их дал, думаю, не, курьер реально крутой. Мне он нравится, как он летает, этот дракончик, не хочу его продавать. Вот. Как бы, он пишет, а куру легендари продаешь какую-нибудь? Крутая кура нужна, пишет. Кура крутая нужна. Он, это я пишу еще про того курьера, он хороший. Поспорил с другом, что кура хорошая за три дня будет. Не буду тут ругаться. Вот. Люди, вообще, вообще, старайтесь писать без мата. Ну, вы, вот, вообще, зачем вы пишите? Вы пишите незнакомому человеку. Ну, вот, представьте, вы идете по улице или заходите в магазин и к продавщице так матом начинаете. Ну, блин, я понимаю, если вы с друзьями, там, материтесь, там, в своем кругу. Ну, блин, вы, вот, мне, например, я, мне неприятно читать маты в интернете. Я не знаю. Можно же без этого? Напиши, что кура крутая, там, хорошая, блатная, в крайнем случае. Ну, не обязательно вот такое слово писать. Ладно. На Steam аккаунт, типа, он построил. Я ему пишу, Нибл Бен могу продать. Это легендарная, тоже легенда рекура. Она, вот, как вы тут видите, стоит 74 рубля. Ну, 75 почти. Вот. Эту могу продать. Я специально торговую. Он пишет цена. Я, думаю, проверю его. Пишу. Но она не такая крутая. Думаю, рублей 150. Он пишет 200 и гоу. То есть, ну, явно, явно развод. Явно развод. Я думаю, ну, хорошо. Окей. Пишу ему, кидай деньги. Вот, кидай деньги. Он пишет, секунду, прогу настрою на твой аккаунт. Гоу. Тут он мне предлагает обмен. Вот, я принял предложение на обмен от слэш-ремикса. И он пишет, на ваш счет зачислено 200 рублей. Причем это, он же сам это сообщение написал и, как бы, мне отправил. На ваш счет зачислено 200 рублей. Ваш баланс пополнится после обмена с игроком. И е-слэш-ремикс. Если вы закроете окно обмена, деньги не будут зачислены. С уважением, стим-эксперт. Блин, если бы это писал стим-эксперт, вот здесь бы было бы стим-эксперт. Зачем они, они в подпись никогда не... Короче, понятно, что это развод. Он сам это мне, как бы, пишет. То есть, я принял обмен, и он тут же мне это сообщение прислал. В общем, я ему... Ну, я, естественно, это сразу понял. Пишу. О, как круто! Я даже видео для Ютуба запишу. Он такой, давай, окей, я попаду на канал. Да. Я пишу. Он пишет, ура, мечта! Только как кидала. Жду. Потом пишет, да ладно. Типа, да ладно, на канал зато. Только ты это, стим мой, не выкладывай. Ну, я не знаю, что он имел в виду. Но я e-slash-ремикс выложу там, отдельно его страницу, наверное, не буду показывать, потому что мне не очень интересно. Но, может, сейчас покажу. Не знаю, короче, не важно. Зарепортят много раз. Вот зачем так писать? Ну, блин. Вот. В общем, он как бы согласен с тем, что он кидал. А я пишу, что выложу. Он мне пишет, кто я. Ну, то есть, вот кто я, по его мнению. Вот, пожалуйста. Это мои подписчики. Вот. Хорошие люди. Ну, не все, конечно. Нет, у меня подписчики хорошие люди. Но, к сожалению, встречаются вот такие. И, на самом деле, вот из-за них, вот, может быть, из-за таких людей, вот, мне нормальный человек напишет, да, а мне не захочется лишний раз отвечать, там, и, как бы, вот, так вот плохо получится. Ну, не суть важна. Ладно. Я стараюсь всем отвечать, как бы. Я стараюсь не вестись на всякие разводки такие, вот. О них знаю, как бы, поэтому. Ну, если уж меня кто-то кинет, я считаю, если меня получится у кого-то кинуть, да, я считаю это всегда опытом. И второй раз я на такую удочку не попадаюсь, и на подобные удочки. Так что это все равно. Но тут у человека не получилось, естественно, и все нормально. Вообще, редко, когда я попадаюсь на всякие лохотроны, может, лет пять назад последний раз попадался, по-моему, что-то там смс-ку я куда-то отправил, не туда, 300 рублей сняли. Вот, что-то такое было лет пять назад, и все. Ну, да ладно. Я ему пишу, ты меня кинуть хотел. Ну, давай. Не хотел, а желал. То есть, человек пишет, что он желал меня кинуть, а не хотел меня кинуть. А скоро, это он видео спрашивает, когда, я пишу, сегодня, гуд. Потом спрашиваю, а вообще хоть кто-нибудь ведется на это? Он пишет, помнишь, писал, что у друга шмот купил? Вот он повелся. Я ему пишу, что нехорошо это. Он пишет, что он всего лишь мстит, всего лишь мстит. Меня на три легендари кинули. И вот и все. То есть, видимо, чувака тем же методом кинули на три легендарные шмотки какие-то. Вот. И он решил вот таким вот образом отыграться. Ну, блин, чувак, ну, если тебя кинули, то это ты как бы воспринимаешь. Не надо отыгрываться на ком-то, не надо кидать в ответку. То есть, ну, блин, вот, ребята, если у вас, допустим, ну, я не знаю, украдут телефон, да, ну, мало ли, вы же не пойдете в ответку воровать телефоны. Вы как бы цивилизованно будете разбираться, пытаться его найти. Ну, понятно, что с большей вероятностью у вас не получится вернуть ни легендарки, ни телефон там, если у вас украли. Но, тем не менее, не нужно опускаться до такого уровня, блин. Считайте, вы станете такими же преступниками, ну, кидалами там, кем, как хотите себя называть, ворами. И так далее. То есть, ни в коем случае так делать нельзя. Не нужно в ответку отвечать, ну, обманом на обман, грубо говоря. Или преступлением на преступление. Нет. Вот, то есть, я же говорю, если вас кинули, воспринимайте это как опыт. Второй раз вас таким образом уже не кинут. То есть, и вам как бы будет, ну, хорошо в каком-то смысле. То есть, вы перестрахуетесь. Не страхуетесь. Ладно. Я ему пишу, а при чем тут я, мне за что мстить? Он пишет, что он мстит всем. И все. Вот так вот так. Ну, что тут пишет психа? Ты занят? Ну, да, чувак. Вот, в данный момент я занят, пишу это видео. Вот, ладно. Так, давайте посмотрим, если шремикс, открою я его профиль все-таки в стиме, да? Вот лучше вот так ответить. Если вас человек кинул, запишите, выложите куда-нибудь диалог. Так, сейчас я вот так вот наведу. Вот его, как бы, профиль в стиме. Я слышал микс, там фон у него неплохой стоит. Но я, наверное, сейчас вот так вот сделаю. Я вот не знаю, я во время записи никогда не изменял размеры окна. Не знаю, можно ли так делать. Так, бандикам сейчас куда-нибудь уберу. Вот сюда. Так, не знаю, можно ли так делать. Ну, надеюсь, что можно. В общем, вот его. Вот я у него в друзьях. И так далее. Всякие тут еще у него люди в друзьях. В общем, если вдруг кому-то из моих подписчиков особенно. Да и вообще, кто бы не увидел это видео. Если вдруг кому-то пишет человек с таким ником. Вот его страничка. Можете его найти. Информации отсутствует. А если сюда нажать? О! Ух ты! Да он себе ники меняет постоянно. В общем, вот смотрите, да. Вот его список ников, которые были. Если что-то подобное увидите. Блин, а он изменит. Ну, в общем, заходите на страницу пользователя. Проверяйте. Если там есть такой список, то это значит, что это кидало. Вот. Если e-slash-remix будет в списке, то это кидало. Так что, короче, ну вот его аватарка. Пока он ее не сменил, может уже сменит к моменту выхода видео. В общем, в любом случае, ребят, что хочу сказать. Не нужно пытаться кого-то кинуть. Живите честно и будет все хорошо. Не будете кидать вы, никто не будет кидать вообще. Не надо этим заниматься. Ну, блин. Ну, честно. Мне вот, если получилось, ну мне было бы обидно, неприятно. У меня бы пропало настроение. Я бы не снимал видео там. Опять же, вам же хуже. Ну, в смысле, подписчикам было бы. То есть, он не только бы меня обманул, он еще как бы и вам неприятно бы сделал. Мы бы стали писать там, что целую неделю нет видео и так далее. То есть, стараюсь же. А тут вот такие вот люди пишут. Причем это, кстати говоря, не первый случай, когда мне пишут. Просто как бы тот раз я просто писал, нет, спасибо. Там, ну, культурно отвечал. А этот раз уже написали, думаю, ну, блин, ладно, сделаю видео. Реально, не первый раз. А был еще чувак, который писал, типа, скинь мне свой пароль. Вот. Я тебе прикреплю, и там список игр, типа, к аккаунту. Но мне нужен твой пароль. Ну, и он даже там кинул ссылку, типа, на профиль. Типа, это его профиль. Там гифты были этих игр. Я пишу, ну, так подари мне их просто через Steam. Он говорит, нет, типа, это гифты там. Ну, короче, пытался тоже там что-то написал. Типа, скинь пароль. В итоге там что-то в районе 50 игр он мне хотел прикрепить к аккаунту. Ну, якобы. На самом деле, ну, конечно, я хотел угнать мой Steam. Вот. Потому что, ну, блин. Ну, вот она моя, как бы, библиотека, да. Сейчас я окошечко подвину. Вот список игр, конечно, тут мой аккаунт. На нем много игрушек разных. Вот. 39 рублей лежит на счету. Так, ладно. Вот. То есть, тут, как бы, конечно, есть чем поживиться этим. Ну, в общем, кому там. Ну, вы поняли. Нехорошим людям. Так что, вот так вот. Ладно. Думаю, на этом вот такой вот ролик спонтанный мы закончим, да. Вот. Большое вам спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Получайте удовольствие от жизни. Не попадайтесь на удочки вот таких вот мошенников. Ну, и все. Всем пока. С вами был Шашлык. Продолжение следует.